В последний месяц зимы хочется не только успеть доделать все дела, но и успеть поиграть в самые лучшие игры на PS5, которые вышли в этом году. Заваривайте чаек, усаживайтесь поудобнее и давайте вспомним вместе хорошие игры, в которые нам надо успеть поиграть в уходящем 2022 году. Вы на канале Tap&Play, мой ник Пинте и ныряем назад в будущее. А купить игры по выгодной цене можно как раз в магазине Tap&Play. Процесс покупки быстрый и безопасный, ваша заявка обрабатывается службой поддержки пользователей через телеграм-бот и уже через пару минут игра ваша. Вернемся в начало года к игре Elden Ring. Игра, обладающая вау-эффектом при входе, которая отличается уникальной атмосферой и проработанными локациями, невольно заставляет вас прочитать историю о ее создании. И можно сказать, что создатели решили переплюнуть свой проект Dark Souls и переместить всю свою темную энергию из своих душ в новый проект для покорения наших сердец. Чередуя открытый мир с данжами, игрок захочет изучить каждый уголок Междуземья, узнать его опасности и историю, изучив заброшенные форты, деревни, ступить в бой с кровожадными боссами, странными обитателями или просто прокатиться на лошади, затаив дыхание и замирая от красоты ландшафтов. Вход в данжи осуществляется путем нахождения их в игре. Такой подход создает ощущение целостности мира, предлагая выбор игроку, пойти дальше в недаль Междуземья или остаться на природе, обезопасив свою жизнь. Да и даже не свою жизнь, а жизнь контроллера или телевизора. Ведь в порыве игры и сражении в случае неудачи запульнуть джойстик прямо в ваш новенький телевизор не очень хорошая идея. Каждый данж уникален и после прохождения игрок получает награды, без которых ему будет сложно выжить в этом мире. Удивительно, что открытый мир тоже хранит в себе определенные фишки. К примеру, темных всадников можно встретить только ночью, а враги, разбросанные по миру, вовлекают тебя в путешествии и говорят «зацени, наш мир живой, но жить тебе мы здесь не дадим». Игроку предоставляется использовать как холодное оружие в битвах, так и магию. А если противник оказался вам не по зубам, то вы можете призвать духа, который поможет вам в победе над варгом. Геймплея вам хватит на 50-60 часов, что вполне позволит вам уложиться в прохождение этой игры до нового года, тратя на игру по пару часов в день. И вторая игра в нашем списке – God of War Ragnarok. Синоптики обещают холодную зиму, а значит скипнуть холода и одновременно побыть в нем позволит именно эта игра. Продолжение нашумевшей игры – God of War, которая закрепила за собой место на вершине олимпа крупных успехов игровой индустрии. В новой версии разработчики решили обезопасить себя от провала и выбрали тактику – если что-то работает, то лучше не трогать. Поэтому кардинальных изменений от предшественницы игроки не дождались. Например, разработчики сохранили RPG элементы игры, но занялись вопросом проработки дополнительных активностей. А комьюнити окрестило данное продолжение не как продолжение, а как дополнение к основной серии, то бишь DLC, ссылаясь на малочисленность изменений. Например, количество основных боссов увеличили до 4 штук, но добавили кучу мини-боссов. Сюжет начинает плавно знакомить нас с новой трагедией Кратоса и Атрея – у них умирает один из прирученных волков. Далее история игры расширяется, и если раньше она была сфокусирована на путешествии Кратоса и Атрея, то теперь мы знакомимся и с дополнительными персонажами. Причем круг дополнительных персонажей увеличивается по мере прохождения сюжета. Вам предстоит прочувствовать горечь утраты и, например, расставание с семьей. Проработав локации, изменив сюжет, разработчики решили оставить без изменений геймплей за Кратоса. Вам также нужно будет выбирать определенное оружие для того, чтобы наносить повышенный урон, использовать уникальные добивания после накопления энергии. Геймплея хватит на 25-30 часов. Третья игра в нашем списке про сильную и независимую женщину, спортсменку, комсомолку и просто красавицу Элой. Игра Horizon Forbidden West. Хотя ладно, про красавицу явно погорячился, сальце она, конечно, с новой серии отъела. Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Прошу прощения, что баканул, сорян за кибербуллинг. Ну что же, мы все о женщинах, давайте перейдем к игре. Честно, мое мнение, это игра для того, чтобы скоротать вечера с девушкой, которая вам нравится. И надеюсь, при помощи этой игры вы выйдете из френдзоны и будете на шаг ближе к покорению девушки. Все девушки, как Зен и королевы воинов, любят махаться, пока смерть не разлучит Элой с железными монстрами. Ну а если серьезно, сюжетная линия выглядит скучноватой, однако второстепенная линия ее почти полностью затмевает. То расследуйте убийства, то розознайте инфу о загадочных трансляциях, то вообще верните блудного сына. И каждая второстепенная история выглядит как сериал Доктор Хаус. Сюжет вроде бы понятен, но ты все равно смотришь и гадаешь, волчанка или пневмокок. Думаю, про мир ничего вам рассказывать не надо, он прекрасен. Каждый раз так и хочется потрогать солнечные лучи, которые пробираются сквозь деревья. Величественные скалы, с которых так и хочется спрыгнуть и планировать на меха-крыле в логово зловещих меха-монстров и раскромсать их на все части. Тем более, что боевую систему и прокачку героини улучшили. Теперь доступно 6 ветвей умений, каждый из которых отвечает за определенный набор навыков. Быстрее бегать, точнее стрелять или таскать с собой больше ловушек. Дополнительно в каждой ветве есть 2 активных навыка, к примеру скрытность или генератор силового поля. Но как их получить я говорить не буду, поэтому не забудьте про наш магазин, где вы сможете купить эту игру. И плавно перескакивает меха-монстров к живым существам, ярые геймеры уже поняли какая это игра. Игра симулятор кошки или ее официальное название Stray. Впрочем, без роботов и не обошлось. Лучший друг нашего котика Drone B12 помогает ему в исследовании мира и спасает его от чудовищ. Геймплей и финал до банальности прост. Но признайтесь, вы же всегда хотели увидеть мир глазами другого живого существа. И эта игра даст вам такое ощущение. А учесть, что геймплей всего на 5 часов, то погрузиться в спокойный мир особенно ценно в этот период суматохи. Ну а на закуску оставим игру для игроков, любящих реальные сложности. Demon's Souls. Ремейк игры на PS5. Естественно, покупать ее повторно можно только ярым фанатам, а вот подарить ее как первую игру на PS5 точно можно. Что нужно знать об этой игре? Вы становитесь героем, который верит в спасение Балетарии. Мир с первых минут игры заставляет вас попотеть, и первая бита не заставит вас долго ждать. Мир жесток и безжалостен. Вам придется идти на ощупь, не зная пути. Если вас убили, вы начнете заново с начала локации. Игра не прощает ошибок. Это и есть те самые игры, в которых необходимо двигаться аккуратно, продумывать каждый шаг и постараться не совершать ошибок. Если вы хотите вспомнить или же ощутить те самые эмоции конца первого десятка двухтысячных, то определенно она вам нужна. А я напоминаю, дешевые игры на PS5 можно купить именно у нас в магазине Tap & Play. Ссылка в описании. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok